Также президентской награды удостоен Валерий Грачев, являющийся членом Совета директоров Красноярского жилищно-коммунального комплекса. Награжден медалью президента Словацкой Республики. Как награда далекой европейской страны нашла своего героя в Сибири? Расскажем далее. С того момента, как страна установила курс на модернизацию, красноярские коммунальщики упустились в активный поиск взаимовыгодных партнеров в других регионах страны и за рубежом. Проведение в нашем крае таких крупных мероприятий, как Красноярские экономические и Сибирские энергетические форумы, позволило быстро и эффективно установить интернациональные связи и заключить долгосрочные контракты с крупными компаниями. Теперь для модернизации водозаборов, очистных сооружений, котельных и других инфраструктурных объектов Краском приобретает высокотехнологичное оборудование в Германии, Дании, Австрии, Финляндии. За 9 лет работы компания Краском установила на сетях водопровода и канализации более 2000 единиц запорной арматуры импортного производства. Но успешное внедрение новаторских схем и ресурсосберегающего производства невозможно без квалифицированных специалистов. Поэтому направление стало для Краскома приоритетным. Благодаря сотрудничеству со Словацким центром профессионального мастерства по неевропейской высшей школе, сотрудники компании Краском повысили уровень своих технических знаний. И сегодня они это реализуют в жилищно-коммунальной сфере города Красноярска. Более 5 лет специалисты жилищно-коммунальной сферы повышают квалификацию в Словакии. Обмен опытом продолжится и в следующем году. Итогом бизнес-встреч стало заключением нескольких десятков взаимовыгодных международных контрактов. Успехи в развитии международных отношений отмечают и зарубежные партнеры. За особый вклад в развитие сотрудничества между Словацкой республикой и зарубежными странами, член Совета директоров Красноярский жилищно-коммунальный комплекс Грачев Валерий Александрович награжден медалью президента Словацкой республики. В настоящее время консульство Словацкой республики в Красноярске и правительство Кошицкого края ведут подготовку предложений по налаживанию деловых контактов между нашими регионами. Результатом этой работы возможно станет заключение новых контрактов на 10-м Красноярском экономическом форуме в феврале будущего года. Сергей Головач, Ольга Аванесова, Александр Ольхов. Новости.